Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой Real Communication. Это не наши реальные коммуникации. А в гостях у нас Юлия Цапкова, HRD B2S Digital и руководитель группы HR Community Сколково Тех. Привет, Юля. Всем привет. Привет, Аня. Доброго, прекрасного пятничного дня тебе. Отлично. Ну, запись у нас эта пойдет не в пятницу. Надеюсь, что твое пожелание сохранится и на остальные дни. Хорошо. Рассказывай, как тебе работает на удаленке? Ты знаешь, мне нравится. Единственное, что плохо, конечно, нельзя выйти. Но в целом мне очень нравится на удаленке. То есть я как бы чувствую себя на удаленке хорошо. Хорошо. Что делаешь, чтобы сохранить продуктивность вот в этой ситуации самоизоляции, когда ни на спорт, ни на маникюр, никуда не выползти? Ну, смотри, у меня, видишь, у меня же айтишный бэкграунд. И я, в принципе, работала в продуктовых командах, работала в распределенных командах, работала в удаленных командах. Поэтому мне, в принципе, как бы эта тема привычна. Ну, не знаю, тайм-менеджмент, понимание, как мы идем к результату и применение каких-то фреймворков, которые меня стимулируют. Вот. Самый ключевой для меня фреймворк – это ежедневная, скажем так, демо с командой. Ну, там, демо, дейли, как его ни назови. Когда ты говоришь, что ты сделал вчера и что будешь делать сегодня. То есть это, в принципе, никому не нужно, контроля нет, но ты просто, как бы, как это сказать, коммитишься перед общественностью. Это всегда дает эффект, да, потому что в конце дня как-то сказать, что из десяти задач ты сделал две, ну, как-то так себе. Вот. И плюс еще мы фокусируемся на том, в IT, ну, и я это переношу, что задачки должны быть объективны и понятны с результатом. Потому что, когда ты пишешь, я работаю над стратегией чего-то там, ну, как бы так себе. А когда ты пишешь, что я сделаю пять звонков, и меня это приблизит настолько, да, к каким-то вещам, то уже, как бы, легче. Вот. Поэтому такие ощутимые, понятные маленькие задачки, которые ты должен в течение дня сделать, которые приблизят тебя к результату. Потому что где-то там у тебя есть Кайтен или Мира, или еще какая-нибудь платформа, где лежит уже твой бэклог большой, да, где понятны цели, куда вы двигаетесь. Вот. Ну, я как-то так справляюсь. Хорошо. Ну, переведем это на язык нас, гуманитариев, далеких от IT. Итак, ставим реальные задачи, пошаговые, достижимые, с измеримым результатом, и публично объявляем о них в команде, и потом обмениваемся, да, что сделано, что нет. Хорошо. Как работаешь с командой, скажи мне, вот, с командой, как работаешь? Ой. Ну, с командой, вот, если говорить про управление командой, с командой есть чуть-чуть сложности, потому что не все умеют работать на удаленке. Еще сейчас довольно неспокойное кризисное время, и поэтому, кроме вот таких вот упражнений, нужно делать какие-то истории неформальные обязательно. Потому что люди все разные, мы с вами там проходили какие-то разные методологии, и знаем, что часть людей, они никогда не скажут, что им плохо. И в этот момент они могут быть очень мотивированы, много делать, быть результативными. Вот сейчас все говорят, не знаю, слышал это или нет, что, ой, моя продуктивность увеличилась там в энное количество раз. Но это же, опять-таки, за этим стоит какая-то история, скорее всего, это стресс. Поэтому с этим точно надо отрабатывать, людей чуть-чуть замедлять, и стараться максимально проводить каких-то нетворков, не забывая об этом. Вот у нас, например, сегодня мы будем делать пятничное ретро. Ретро – это история тоже из IT. Это когда вы собираетесь и говорите, рефлексируйте, что за неделю было, думаете, что было плохо, где вам было приятно, где было неприятно, что исполнилось, что не исполнилось. Это больше такая история про лернинг, про обучение, про улучшение, про развитие. Вот, и поэтому у нас сегодня будет ретроспектива, на которой мы решили, что будут бокальчики вина, это будет пять вечера, и я делаю небольшой квиз продуктовый, ну, то есть по делу обучающий, который ребята будут повлекаться, надеюсь, и что-то интересное для себя узнавать. Вот, вот такие истории делаем. Потому что без этого никуда. Отличный. Хорошо, скажи мне, что в вашей команде делают для тех, кто работает в прежнем режиме, допустим, на производстве или на каких-то объектах жизнеобеспечения, где нельзя уйти на удаленку? Ой, смотри, у меня вот напрямую таких нет, да, у меня и в одной, и в другой компании все на удаленке могут работать, но у нас есть другие компании, в которых ребята работают в офисах, да, вот. Вот, ну, мне очень нравится история про волонтерство, вот, привезти им еду, что-то какие-то приятные сделать и постоянно коммуницировать о том, что есть те люди, которые работают в полях, вот. То есть говорить о том, что, ну, вы тут на удаленке, конечно, сидите, но есть люди, которые вот там работают. Поэтому это очень важно. Хорошо. Ну, и расскажи нам, что ты делаешь сейчас как лидер Ичаровского комьюнити в Сколково? Может быть, какие-то у вас там появились интересные проекты? Ну, как, мы же такая офлайн-площадка Сколково, да, для нас важно, чтобы наш технопарк приходили, приходили новые резиденты, приходили Ичары, которые помогают нашим резидентам. Но сейчас же карантин, нельзя никуда пришли. А вот сейчас карантин, и мы переходим, конечно же, в онлайн-пространство и максимально стараемся это онлайн-пространство обогатить различными полезными вещами для наших резидентов. У нас даже появился такой канал «Сиди дома», который ведут наши социокультурные девчонки, и там появляются каждый день такие бодрящие, вот как раз вот о том, о чём я говорила, да, когда мотивирующие вещи, что всё нормально, всё в порядке, всё хорошо, а вот посмотри йогу, а вот такая-то история. И у нас, например, сегодня наш руководитель технопарка Ренат будет проводить вечерний совет директоров. У нас просто совет директоров в технопарке проходит в пабе, называется «Пора по пабам». Вот, там рассказываются, какие у нас резиденты, достижения, успехи, что произошло за неделю, что в HR произошло за неделю, что в инвестиционном блоке произошло за неделю. И мы его перевестили в онлайн, и я надеюсь, что все попьют пиво по домам, вот, часто Ренат готовит, сейчас он готовить не сможет для нас, поэтому готов, сказал, доставлю всем еду, кто хочет, но в целом будет, наверное, душевно и хорошо. Поэтому вот много таких вещей делается, всё переводится в онлайн-пространство максимально, и максимально тоже мы понимаем, что наша аудитория – это инновационные компании, стартапы, это довольно уязвимый слой нашего бизнеса. Поэтому мы стараемся максимально их поддерживать и с какими-то условиями, и с какими-то, как это, улучшающими их жизнь вещами, например, как в кризис уменьшить налоги или там, не знаю, всякие юридические штуки, HR-овские штуки. Я сейчас готовлю прям серию митапов для резидентов на тему того, как удерживать сотрудников, потому что, ну, сейчас такое время, что людей надо как-то удерживать и стараться, чтобы они не ушли куда-то. Вот, поэтому надеюсь, что всё будет хорошо. Просто суперски немедленно захотелось стать резидентом Сколково. Ну что же, зови нас, с удовольствием поможем тебе с нашими слушателями в твоих инициативах. А мы на этом на сегодня заканчиваем. Это были реальные коммуникации Анны Несмеева и Юлия Сапкова. Аня, спасибо за хороший диалог, он позитивный и мотивирующий, и пойду работать дальше. Всем спасибо и всем до свидания, и хорошего времени, суток, какое бы оно ни было. Ещё услышимся. Держите нос по ветру, хвост пистолетом и руку на пульсе. До завтра. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.